Перефразируя известную фразу, сегодня праздник у ребят, сегодня будут венсы. Каждый раз, когда мы рассказываем про этот бренд или про новинки этого бренда, ну, все время есть определенный к ним интерес. Да, венс появились очень давно, венс это кроссовки и кеды, которые давно стали классикой, и венс это кеды, которые всегда радуют, когда они появляются в ассортименте магазина. А в сквоте как раз новая поставка этих самых венс, и сегодня, кстати, помимо скейт-кет, немножечко поговорим и про BMX-версии классических моделей. Начнем с BMX-версии такой абсолютной классики, как модель под названием Skate High. Она еще у нас здесь в абсолютно классических цветах. Что сразу бросается в глаза? Это протектор резиновый, который у нас здесь выше, чем на обычных венсах. В основном, в остальном, они похожи на абсолютную классику, такие же, как и скейтбордические венсы, такие же, как и венс Skate High, которые ты ходишь каждый день. Еще небольшое отличие. Сзади у нас здесь написано First in BMX, то есть самые первые в BMX интересное заявление. Ну, впрочем, не будем с ним спорить, потому что действительно к BMX-у венс начали присматриваться очень и очень давно. И мой любимый момент – это стелька PopCash, которая здесь присутствует. Чем она интересна? Я думаю, что каждый человек, который очень любит венсы и носит их каждый день, а не только в них катается, прекрасно знает, что те самые классические Skate High, которые выходят в коллекции на каждый день, долго ходить в них невозможно. Ну, вернее, можно, но потом и ноги, и венсы, и скейт-хай ты будешь проклинать. Здесь этого не получится, потому что идет эта стелька с очень хорошей амортизацией, обеспечивает ее в полную силу, поэтому ходи сколько угодно, прыгай, бегай, это будут безумно удобные кеды. Я сам вспоминаю, первое мое знакомство как раз с профессиональными кедами венс для катания произошло с моделью Half Cap, где тоже была попкашевая стелька, и когда я в них походил несколько дней, я начал думать, что нифига себе, оказывается, такое бывает, что классические скейтовые вот эти вот олдскульдные кеды, которые впервые были выпущены еще в 60-х годах, они удобны, и ты в них можешь ходить и вообще не уставать. Свои Half Cap я заносил до дыр, то есть это прям уже стали реально, ну, в прямом смысле слова, до дыр, заношенные сзади кроссовки, но стелька все так же держала, все так же это были и остаются классными кроссовками, в которых я теперь хожу по даче. Поэтому нужна классика, если нужна классика, суперудобная, и, кстати, тоже вот этот высокий протектор в нашем переполненном людьми городе, где каждый любит наступать тебе на ноги, наступать тебе на кеды, вот такая вот небольшая фича, всего лишь немножко, дополнительно, не знаю, полсантиметра, наверное, вот этой резинки, оно дополняет сюда и прочности, и оно дополняет еще тебе защиты от окружающей, агрессивной окружающей среды. Поэтому, даже если вы не имеете никакого отношения ни к скейтбордическому катанию, ни к BMX, а просто хотите ходить летом в удобных, классных, классических кедах, которые всегда были, есть и останутся модными, и при этом, я говорю, ваша нога не будет страдать, выбирайте вот эту расцветку, выбирайте вот эту модель, пока она есть, тем более, что есть она во всех цветах. Кстати, тоже небольшой момент, о котором забыл рассказать, так как это модель для BMX, здесь внесены еще небольшие изменения, которые, с одной стороны, если вы действительно катаетесь на BMX, они помогают вам, ну, как я уже сказал, увеличенный протектор, вот эта вот небольшая вставка прорезиненная, измененная слегка также и подошва, но они абсолютно не портят дизайн этой модели. Вечная классика, ребят, и суперудобная. Практически все те же эпидемистры, которые я рассказал про скейт-хай, можно применить и в следующей модели, которая тоже у нас выходит в серии для BMX-еров, модель Oldschool. Да, это классические Oldschool, да, слегка увеличенным клиренсом, чуть не сказал, ну, в принципе, давайте, правда, это клиренс называть, будет прикольней. Дополнительные где-то полсантиметра резинового покрытия, вулканизации, тоже здесь в цвет самого кроссовка, вот такая вот прорезиненная вставка, тоже слегка измененная у нас подошва и, опять же, суперудобная стелечка PopCash, которая у нас здесь есть, очень толстая, очень хорошо амортизирующая. Ну, небольшой момент. Вот, кстати, это мне очень нравится в Vance, что, когда они делают практически одинаковую обувь, да, есть Oldschool для скейта, есть Oldschool на каждый день, есть вот эти Oldschool для BMX-а, у них все время в логотипе будут небольшие еще различия. Ну, вот здесь это даже на стельке видно, шестеренка, присущая велосипедам, она здесь присутствует, и на обратной стороне язычка у нас опять есть надпись First in BMX, как мы говорили еще и про Skate High. В целом, еще одна абсолютная классика, есть ребята, которые до сих пор не приемлют других цветов, кроме черного, ну, может быть, с небольшим белым логотипом, как здесь. То есть, повторюсь, даже если никакого отношения к BMX-ингу вы не имеете, скейт для вас далек, но хотите походить в удобных кедах, PopCash это супер идея, PopCash это реально отличное изобретение от Vance. Ребят, обращаем внимание, налетаем, размерчики пока есть, подходим, не стесняемся. И третья модель в пантеоне Кет для BMX от Vance, которая появилась в магазинах Squad, это модель под названием Style 114. Ну, здесь сразу может быть вопрос, да, а что это за идиотское название Style 114? Сразу на него умный ответ от знающего человека. Дело в том, что практически все модели Vance, которые издавал еще старик Ван Доррен, тот самый Стив Ван Доррен, он называл их по номерам. И вот все вот эти олдскулы, скейт-хайы, эра, ауфентики, все они раньше имели определенные номера. Это тоже были там Style 12, Style 160, но для них потом были придуманы другие размеры. Здесь же, я думаю, в основном для того, чтобы выдать дань как раз наследию Vance, рассказать о том, как это все было раньше, перефразируя песню, ты помнишь, как все начиналось. Вот, решили оставить вот такое вот название Style 114. В принципе, это прикольно. Главное, чтобы потом не появились Style 120, Style 126, чтобы люди не запутывались. Но в целом, похожие на Half Cab очень интересные кеды. Опять же, все то, что я говорил про предыдущие кеды для BMX, здесь есть также. Легко измененная подошва. Увеличенный резиновый протектор, он же Clearance. Та же самая ставка с внутренней стороны, которая, я так понял, что для тех, кто крутит педали, кручу, 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 педали кручу, очень важна. Вот такой вот логотип с шестеренкой, который показывает, что это, ребята, для BMX, а не хухры-мухры. Надпись First in BMX тоже присутствует. Ну, в целом, опять это классические Vans. Поэтому те, кто любит классику, но хочет посмотреть на это уже немножко с другой стороны, имеется в виду, там, не носить ни Half Cab, ни Skate High, а какую-то другую, но классическую модель. И опять же, она будет удобной, потому что опять здесь стоит телечка PopCash. Обратите внимание на модель номер 114. Запомнить очень легко. Первые две единички – это первые две цифры от 1 до 10. И цифра 4 – это четвертая цифра в римском алфавите. Легко запомнить – 114. Ну, а если Vans для вас – это обувь до скейтбординга, и сами вы скейтбордисты, и хотите себе классные скейт-кеды для катания, то обратите внимание на вот эту вот модель от Кайла Уолкера. Именую модель Vans, которая тоже появилась, которая тоже выпущена в серии Vans Skateboarding, а значит, сделана профессионально для катания. Да, есть ошибка, когда люди начинают кататься в обычных ауфентиках или скейт-хаях, которые не подразумевают, что они сделаны для скейтбординга. Нет, это, ребята, действительно ошибка. Честно, я бы даже ходить в таких кедах не посоветовал, потому что они правда неудобные, особенно без специальных стилек. Но, если мы берем практически любую скейт-обувь от Vans, то это очень долгоиграющее, это очень удобное, очень стильное. Не люблю это слово, но, реально, ребят, мы здесь не только про перформанс, но еще и про стиль говорим. Это всегда очень красивая обувь. То же самое можно сказать и про Кайл Уолкера. Мне очень понравилось, что здесь есть такая яркая замша. В принципе, ну, честно, она не особо отличается от каких-то других моделей Vans, и в этом, с точки зрения меня, как любителя кроссовок, ее, наверное, такой небольшой минус. Но, с другой стороны, они удобные. Здесь опять присутствует вот эта стилька PopCash с потрясающей просто амортизацией. Здесь у нас все то, за что мы Vans любим, а иногда и ненавидим. Поэтому, друзья, если вдруг в комментариях вам очень захотелось написать, что Vans неудобные, это старые кеды, даже не пробуйте писать это в этом обзоре, потому что с этой стелькой, потому что эти модели, я не знаю, как они могут быть неудобными. Ну, наверное, с вами что-то не так, если вы такое напишите. Не согласны? Постарайтесь, конечно, в комментариях это аргументировать, но я надеюсь, вы не будете это делать, потому что это, ну, просто трата денег. А так, хорошая скейт-модель. Смотрите, она, кстати, кроме вулканизации, еще и сзади прошита, еще и задник здесь усилен. И потрясающая замша, как я очень люблю говорить. В общем, классические скейты для скейтбордического катания, а также для просто хождения по улице, которые обязательно вам зайдут. И еще одна скейт-модель, о которой хочется рассказать напоследок. Тут тоже небольшой случай из прошлого. Я помню, когда мы впервые рассказывали про именно скейтбордический, классические кеды-вэнс, которые вышли уже в новом направлении, вэнс скейтбординг. Чем они мне понравились? Что там был такой небольшой брендинг в виде вот такой шашечки. И когда я рассказывал про Кайл Уолкер модель, я немножко разочаровался, что там такой шашечки нет. Потому что, типа, пардоните, господа, но вы же обещали, что на всех скейт-кедах вот такая штука будет присутствовать. Вот здесь она присутствует. Не знаю, в случае с Кайл Уолкером это было досадное недоразумение. И в следующих каких-то выпусках моделей для скейтбординга опять вот эти шашки вернутся. Потому что, на мой взгляд, это было очень удобно. Когда ты идешь в магазин, видишь вот такую шашку и сразу понимаешь, ага, это модель для скейтбординга. Я ее буду рассматривать. Вот. А там ее не было. Непорядок. Здесь она есть. Модель называется ЗАБА или ЗАХБА. Ну, я думаю, что правильно все-таки по прочтению ЗАБА. Она слегка облегченная. Мне понравилось, что здесь есть отсылки к такой классической модели, как самбо. На мой взгляд. Тоже вот такой вот из гамсола подошва. Черный верх. Ну, то есть отсылка к таким классическим футбольным кроссовочкам, которые выходили еще в 60-х годах. Плюс такой спортивный, на мой взгляд, достаточно интересный силуэт. Стелька здесь, на которой, кстати, не написано, что она поп-каш. Посмотрим, что здесь со стелькой и чем у нас здесь будет идти амортизация. Так, стельчики-то у нас здесь не особо. Ну, ладно. С другой стороны, у нас вроде вот такое вот здесь интересное большая подошва есть. Я думаю, что она будет отвечать за амортизацию. Хотя отсутствие поп-каша, она уже мне здесь не особо нравится. Жалко. Это кеды, которые достаточно дорого стоят, выходят без вот этой вот уже, наверное, полюбившейся всем любителям Vans технологии. Но, может быть, они будут интересны и без нее. Кстати, ребят, тоже в комментариях, кто их уже покупал, кто носил, расскажите, как вам амортизация в этих кедах и как вообще в них катание. Без вот этого поп-каша нормально все идет или все-таки не особо? Вот такие вот пять моделей. Надеюсь, они вам понравились. Да, у каждого есть какие-то плюсы и минусы. Может быть, вы хотели суперкрутую классику от Vans, но всегда не поздно и всегда полезно немножко под другим углом взглянуть на вещи и попробовать вот такие классные кеды, даже если вы не боемиксер и не скейтбордист. Но уж, если вы боемиксер и скейтбордист, молодцы, что смотрите это видео. Скорее в магазин, скорее приобретайте эти кеды, потому что в сквоте сглают.